Ребята, всем привет! Мы с вами давно не виделись, я давно не снимала влоги, давно с вами не болтала, ничего не рассказывала. В общем, сегодня мы со Славой сейчас едем на встречу по поводу работы, по поводу музыки. Ну, в общем, поедем, познакомимся, пообщаемся, покумекаем. Вот, что могу сказать? Сегодня безумно холодно на улице, сегодня 24 мая. Что сказать? Очень жду, когда будет, наконец-то, хорошая погода в Москве, когда можно будет уже гулять. Очень хочется в Парк Горького, на ВДНХ, очень давно там не была, рядом с Красной площадью погулять, сходить, наконец-таки, в Заряде, в котором я ни разу не была. Вроде как Макдональдс должны сейчас переименовать и блюда какие-то там немножко переименовать, ну, как я читала. Но как будет на самом деле, в итоге непонятно. Но якобы в июне должны уже открыть. Я давно так не ела Макдональдс вообще. Мне кажется, в первый раз в своей жизни я так долго не ела Макдональдс. По поводу моего самочувствия. Я думаю, что из-за того, что недавно я очень сильно понервничала, я думаю, многие знают почему. Я обязательно об этом попозже поговорю с вами еще. В общем, у меня испортилась кожа, но это-то ладно, это вообще пофиг. В общем, живот болит и постоянно крутит, мутит, в общем, не знаю, и сжога какая-то как будто бы, ну, короче, я не знаю. Я даже, если честно, боюсь что-то кушать такое. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что я могу кушать, что не могу кушать. В общем, состояние так себе. Потом недавно у меня еще в это же время было что-то с глазами. Вообще-то странно такое рассказывать, но все равно расскажу. В общем, я же сначала заболела, простудилась, но у меня вроде как ничего такого с глазами не было, хотя я могу ошибаться, но, в общем, не знаю. У меня была какая-то фигня. Ну, вот, знаете, утром просыпаешься, идешь, там умываешься, и в глазах какая-нибудь всякая фигня, там грязь, которая накопилась сзади, не ночью как раз все это собралось у тебя, типа вышло. Так вот, у меня с глазами было такое, что я просто их открыть не могла. Они слепались, мне казалось, знаете, вот так вот все выглядело. Было столько всякой грязи, как будто бы я работаю на стройке, и мне весь день в глаза летит пыль какая-то, ну, то есть, короче, капец. Я думаю, господи, да что же это такое-то, что же это такое-то? Я все никак не могла понять, что это. Ну, я рассказала маме, она сказала, что, скорее всего, типа, глаза простыли, что-то такое. Я сказала, надо покапать капли и так далее, и когда только она мне об этом сказала, у меня все прошло. А такая фигня у меня была на протяжении недели, наверное, ну, короче, чего у меня только не было, ребят. Но не могу сказать, что в целом как-то я себя плохо чувствую, просто состояние не самое бодрое, не самое такое... Ну, скажем так, вот идти гулять, веселиться, там, фоткаться, что-то такое. Вот нет настроения, не настроения, не желания. То есть вот самое по кайфу, что сейчас для меня, это просто лежать дома. И все. Но при этом я не хочу лежать дома все время, поэтому мы выходим. Вчера ездили со Славой в Смайл Студио, ему там... Что тебе в итоге сделали? Имплант вставим. Всем привет. Вот, Славе вставили имплант. Ну, ты имплант? Кто-то мне написал, что имплант это уже зуб. Ну, мне врач сказал, что это имплант. Я не думаю, что врач ошибается. Короче, ему туда какой-то этот болт, типа, закрутили, но он не торчит, типа, он не торчит, как зуб, знаете? Я думаю, что все, что инородное внутри тебя, можно считать каким-то имплантом, наверное. Ну да, логично, кстати. Вот, закрутили. В целом его состояние вроде неплохое, хотя ему надо пить лекарство. Съездили вчера в Смайл Студио, Слава сходила к Зубнову, я просто с Луизой посидела, поболтала, потом Слава быстро достаточно закончил, где-то минут за 15, ну, 20, наверное. Ему все сделали, установили там, что надо. Вот, ну, это еще не конец работы, конечно, еще надо будет приходить. Вот, он тоже к нам присоединился, и мы еще где-то час сидели, болтали все вместе. Вот, я не понимаю, что за погода вообще в этом году, в мае, очень странно, потому что я вспоминаю прошлые годы, и была отличная погода в это время, и жара была уже, то есть реально офигенная погода. А сейчас прям очень холодно, я посмотрела даже, что пишет вообще 8 градусов. Да, заправки Shell вообще в принципе не работают, но может его уже перекупили, или как там это называется. В общем, интересно, конечно, там по поводу Макдональдса тоже думают, как что-то знать. В общем, в интересное время мы живем, да? В интересное время мы живем, и в страшное очень время живем. Мне кажется, что, знаете, вот, наверное, до того, как я закончила школу, не знаю, и может еще пару лет, я чувствовала какое-то спокойствие в своей жизни. А потом, когда ты выходишь вот в эту типа взрослую жизнь, хотя нет, я думаю, вот знаете, вот мы со Славой обсуждали, мне кажется, что все какие-то, не знаю даже, как называть, не несчастья, но тяжелые какие-то вещи, не знаю. Ну, в общем, все пошло по жопе, вот да, если так сказать, мне кажется, с ковида. Вот, мне кажется, это была какая-то первая такая точка, не знаю, пункт как-то отправления, типа. И вот, мне кажется, ну, мы просто со Славой это обсуждали, что столько всего произошло и в мире, и в нашей семье, ну, и вообще, в принципе, и у знакомых. Ну, короче, что обсуждать, у всех, да, мне кажется. Не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете, но я вот по своей памяти могу так сказать. Хотя прошлый год был для меня достаточно хороший, ну, как бы так сказать, у меня и с работой все было хорошо, и я замуж вышла, ну, и дедушка с Грузии приехал, мы с ним два года не виделись до этого. Ну, то есть, действительно, было много таких вещей, каких-то, да, ну, которые сделали меня счастливой, и поэтому мне не хочется говорить, что, конечно, не вся жизнь этот Лен, и не каждый день там какие-то неприятности происходят. Но, если так как-то задуматься глобально, почему-то вот такое ощущение, что вот, не знаю, как будто бы когда начался этот ковид, пандемия, в общем, как будто бы запустились какие-то программы, не знаю. В общем, смотря как к этому относиться, конечно. Так что мы сейчас приедем на встречу, не знаю, поболтаем, обсудим, поразмышляем, потом подумаем, может быть, действительно получится, и заедем в Макдональдс. Я так давно его не кушала, мне безумно любопытно даже, я не помню вообще, какое там все на вкус. С одной стороны, может, и хорошо, что я его не ем, с другой стороны, иногда я ем Бургер Кинг, поэтому... Ну, кстати, из-за того, что мы перестали посещать Макдональдс, мы чаще начали посещать братья Караваевы, пекарни, то есть у нас, например, обычно, когда мы едем на дачу, мы заезжали в Макдональдс, а теперь мы заезжаем, ну, не заезжаем, даже заходим пешком в пекарню, берем что-то там вкусненькое в дорогу, кофеечек и едем на дачу. Типа, у нас теперь как-то так, либо дома кушаем, вот, и из-за того, что еще сейчас у нас нет Макдональдса, не знаю, появится ли он, ну, вроде как должен, я стала чаще задумываться о том, чтобы именно дома покушать, потому что раньше я могла дома не кушать, и такая, типа, а, ладно, в Макдональдсе поем, а в итоге могла даже не успеть заехать покушать в Макдональдсе, и из-за этого везде не ела. Тоже нехорошо, поэтому у каких-то вещей даже, может быть, и есть свои плюсы. Так, ребят, я уже дома, после встречи мы со Славой поехали у нас на районе в грузинский ресторан, туда приехала моя мама с братом Сашей, потом подъехал Гоша со своей девушкой, вот, потому что сегодня 9 дней, как дедушка ушел. Ну, наверное, самое главное, что мне хотелось бы сказать у себя на канале, также, поскольку я об этом, ну, писала в Телеграме, писала в сторис, в посте, то, что я очень благодарна вам за поддержку, и, ну, знаете, бывает, что-то происходит, ты делишься каким-то грустным моментом в своей жизни, и, да, аудитория, подписчики поддерживают, пишут какие-то хорошие слова. Ну, я не помню, правда, что вот у меня в жизни такое происходило, какое-то, знаете, чтобы я могла так ощутить какую-то поддержку, вот такую. Наверное, это в первый раз что-то такое очень, очень серьезное, очень тяжелое произошло в нашей семье, что, ну, о чем, разумеется, я не могла не рассказать вам. Я, правда, очень благодарна вам за все сообщения о соболезновании, которые вы писали. Ну, это правда, честно, ну, честно, мне от этого легче было, правда, от такого большого количества комментариев, сообщений о том, как тоже вы, подписчики мои, любили моего дедушку, как, ну, не знаю, просто, знаете, слова о том, что, там, Юль, держись, там, твой дедушка тебя любит и, там, помнит, и вообще ты замечательная внучка, ну, такие вещи, конечно, это очень... Конечно, у меня нет сомнений в том, что мой дедушка меня очень сильно любил, я никогда в этом не сомневалась, и у меня нету, знаете, нету переживаний по поводу того, что вдруг мой дедушка не знал, как сильно я его люблю, то есть это тоже меня успокаивало, то, что он знал, как сильно я его люблю, это правда. И, ну, и, конечно, то, что я знаю, то, что он меня очень сильно любил, хоть вроде как мы с вами друг к другу в любом случае, там, да, не очень прям близкие, хотя, как сказать, может быть, я для вас близкий человек, потому что вы знаете мою жизнь, я вам показываю всё про себя, но понятное дело, что я не знаю вас, вашу жизнь, я могу только видеть ваши сообщения, видеть то, что вы меня давно знаете, например, но это очень-очень приятно. И многие писали свои какие-то тоже истории о том, у кого бабушка ушла, дедушка, как кто переживал, переживает, сколько времени прошло. В общем, для меня это действительно была очень большая поддержка с вашей стороны. Ну, наверное, правда, никогда не ощущала такой поддержки. Не знаю, короче, когда я читала ваши сообщения по поводу моего дедушки, несмотря на то, что первые дни я вообще не могла не плакать, разумеется, и понятное дело, что больше, конечно, я плакала из-за себя, потому что я себя жалела, что я не увижу дедушку, что я по нему скучаю, потому что, скорее всего, и я на это надеюсь очень, что у моего дедушки ничего не болит, что он счастлив и что у него всё хорошо, что он будет смотреть на нас. Очень многие написали, что ещё наши родственники могут перерождаться в наших детей, там, внуков. В общем, несмотря на то, что я первые дни, ну, конечно, ужасно плакала, у меня были опухшие глаза. Вчера я тоже плакала, но не весь день, конечно. Просто, знаете, всё равно как будто бы ещё нету ощущения того, что это правда произошло, и, ну, очень странные чувства, правда. Когда я читала ваши сообщения по поводу дедушки моего, я не могу сказать, что все сообщения вызывали у меня слёзы, знаете, в грусть сразу кидали, некоторые, наоборот, прям, ну, прям успокаивали, правда, и наоборот мне... Ну, короче, не знаю, вот если можно сказать так, да, что это была самая настоящая поддержка, это правда. Конечно, меня и родные поддерживали очень, мы друг друга поддерживали и поддерживаем всё это время. Ну, и для нашей семьи, чего уж говорить, это, ну, очень тяжело. Я знаю, что у вас у всех есть вопросы, и я хочу с вами поделиться, потому что, как я и сказала, что очень многие писали про моего дедушку, очень много хороших вещей, и когда это всё произошло, я не знала вообще, как в таких ситуациях, типа, рассказывать об этом, не рассказывать. Конечно, последнее, о чём я думала, это рассказывать где-то в интернете о том, что больше дедушки нет. Но потом я поговорила со своей мамой, и она мне сказала, что когда уходят какие-то очень великие люди, там, ну, артисты, не знаю, ну, вот просто по телевизору, да, там какие-то деятели, не знаю, искусство, не искусство, в общем, когда уходят какие-то люди, которых многие знают, да, там, не знаю, актёры, да, как я уже сказала, то, ну, в принципе, в этот же день обычно там по тому же телевизору, не знаю, в новостях, в интернете сразу пишут о том, что ушёл из жизни, и мне показалось, что мой дедушка, ну, для меня так точно дедушка мой был и всегда останется великим человеком. И я подумала о том, что моего дедушку тоже многие люди знали, мои подписчики знали, и я подумала, что будет правильно рассказать. Вот, хотя, честно, я, ну, думала долго, надо рассказывать, не надо, но вот после того, как я с мамой поговорила, я подумала, что действительно это правильно, потому что, ну, многие знали. Я знаю, что для многих тоже это было грустно, многие мне писали тоже, как, ну, то, что плакали, что переживали. Я просто знаю, что к моему дедушке очень многие хорошо относились и с уважением, и с теплотой, не знаю, там, как, прям с любовью, но я просто получала очень много сообщений, да и, в принципе, всю свою жизнь, сколько я снимаю на YouTube, показывала дедушку, я получала неоднократно сообщения о том, какой хороший дедушка, там, как мы за тебя рады, там, здоровья дедушка. Ну, знаете, то есть, действительно, я думаю, что мой дедушка даже для незнакомых людей, да, для моих подписчиков был, ну, как будто бы вот кто-то написал, что это как будто бы был и мой дедушка. Вот. Ну, конечно, может быть, это громко сказано, но я думаю, что, я думаю, что по видео моим, ну, все видели, какой у меня дедушка. Мне странно, потому что мы всю жизнь на связи, и мы созванивались почти каждый день, всю мою жизнь, несмотря на то, что так произошло, и дедушки больше нет, как бы это грустно и больно все не было, а это очень тяжело для меня, потому что я знаю, что не все очень близки со своими родными, ну, с дедушками, может, с бабушками, у кого-то очень большая связь, кто-то очень любит, да, часто видится, общается, ну, то есть у всех разные отношения, я знаю, бывают, там, истории, у кого не очень близкие отношения, и, ну, такое, как сказать, не знаю, но вот, если говорить про моего дедушку, вот отец, которого ты очень сильно любишь, вообще для девочек очень часто отцы, ну, играют особенную роль в жизни, ну, как-то, знаете, девочка всегда папа, там, папа защитит, папа, ну, конечно, мама, это понятное дело, мама, это мама, в любом случае, это бесконечная любовь, но вот обычно, ну, да, в семьях как бывает, то, что у девочки есть вот отец, да, и он вот, ну, вот все для нее, вот как папа, это вот пример, как вот мужа у меня, вот чтобы у меня муж был как папа, там, вот я хочу вот встретить такого, ну, ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, мой дедушка, это, это именно тот человек, который, который всегда был рядом со мной, с которым я чувствовала себя как девочка, под какой-то защитой, в безопасности, вообще я очень не хочу плакать на камеру, я это очень не люблю, и просто мне это тяжело, но мне хочется с вами поделиться, потому что для меня это очень важный человек, и я знаю, что для вас тоже мой дедушка, ну, не для всех, конечно, но для кого-то, кто со мной давно, мой дедушка тоже не просто там какой-то персонаж из, знаете, моих видео, это тоже, ну, как бы очень важный человек, ну, просто, в принципе, если бы не мой дедушка, то, скорее всего, я бы вообще не стала никаким блогером, и, ну, не показывала бы вам такую свою жизнь, какую я имею, и вообще, в принципе, не знаю, какая была бы моя жизнь, в общем, не хочется мне плакать на камеру, я это не люблю, такие вещи, я вообще не хочу, не знаю, не хочу какие-то, знаете, такие грустные вибрации через экран отправлять, мне не хочется отправлять грустные вибрации, мне хочется, наоборот, сказать, что как бы больно мне не было от того, что дедушки больше нет, я очень счастливый человек, и когда я представляла в своей голове ещё давно и и не так давно, ну, периодически я представляла себе то, что такое может произойти, и я всегда из-за этого плакала, ну, потом быстро успокаивалась, потому что я думаю, так, хватит об этом думать, всё, этого не будет, ничего не знаю, всё хорошо сейчас, дедушка жив-здоров, всё, ничего не знаю, ну, то есть, понятное дело, что моему дедушке было не 25 лет, конечно, я прекрасно понимала, ну, как бы, что когда-то этот день настанет, и так же, как и, ну, мы все не вечны, понятное дело, в какой-то степени я думаю, что я до сих пор ещё не верю до конца, мне постоянно кажется, что просто мы давно не созванивались, и, ну, это просто сложно принять, хотя я это понимаю, и вроде в какой-то момент принимаю, но потом как будто бы забываю, и думаю, что, ну, как будто даже, знаете, ну, как обычно живу, вот иногда грущу, а иногда живу как обычно, как будто бы ничего не произошло, сейчас не плачу каждый день уже, я стараюсь жить, просто жить, как раньше, и я не думаю, что дедушка бы хотел, чтобы я каждый день рыдала, или убивала, и знаете, очень многие вещи, воспоминания про моего дедушку, они не вызывают у меня слёзы, они вызывают у меня, наоборот, приятные ощущения, радость от того, что это было в моей жизни, хотя, конечно, говорить очень тяжело о таком, и иногда бывает, говорю Славе то, что вот, типа, мне дедушка рассказывал, или там, не знаю, ну, то есть, иногда я прям спокойно об этом говорю, иногда мне тяжело об этом говорить, мне, конечно, странно от того, что я рассказываю такое видео, я, наверное, никогда не захочу его пересматривать, я не знаю, мне просто кажется, что раз вы знаете о том, что дедушки больше нет, то вы можете знать и о том, что он в Грузии похоронен, и, конечно, всех волнует вопрос, была ли я на похоронах, меня не было на похоронах, потому что я думала об этом, что я должна поехать, и я не знаю, но мне просто очень не хотелось запомнить, ну, знаете, я просто подумала о том, что если я хоть один раз это увижу, то я никогда не смогу забыть, в общем, я просто понимаю, что, наверное, если бы я туда поехала, то мне кажется, я бы просто осталась бы там сидеть, на этом кладбище, полетел мой отец и мой брат Гоша, вот, я не поехала, я когда думала об этом, это нужно было решить, ну, в один день, потому что надо было полетать на следующий день, после того, как ты узнаешь такую информацию, просто дело в том, что дедушка мой умер 16-го, он просто уснул и не проснулся, и я очень рада, что ему было не больно, что он просто спал, что он ничего не почувствовал, в общем, сказать, что это было неожиданно, это ничего не сказать, потому что, потому что 15-го числа мы с ним созванивались, где-то в 10 часов ночи, то есть у них в Грузии это вообще 11 было, то есть уже ночью, можно сказать, мы с ним поболтали, мы с ним договорились, что он в Грузии пойдет в аптеку и посмотрит мне мазь, которой у нас в России нет сейчас, которая мне хорошо помогала от прыщей, от каких-то болячек, боняться и мазь, вот, я рассказывала в своем телеграме тоже, что мазь хорошая, и она у меня просто уже заканчивается, в Москве ее нету, ну, давно уже нету, уже полгода, если не больше нету, вот, я попросила дедушку, скинула ему фотографию в WhatsApp мази, я его попросила, чтобы он сходил в аптеку, посмотрел, есть ли у них там, и если есть, чтобы отправил мне посылкой, потому что мы друг другу периодически отправляли что-то посылкой, у меня до сих пор дома здесь стоит лекарство, которое я ему не отправила, не отправила, потому что он сам сказал, пока не отправляй, ну, и в общем, просто мы договорились с 15 вечером, что он сходит в аптеку завтра, посмотрит, есть ли там, ну, есть, не есть, ну, короче, типа он мне вечером позвонит. Мое последнее воспоминание о дедушке, как мы с ним болтаем, может быть, кто-то подумает, что я, ну, неправильно поступила, там, я должна была поехать, еще что-то, я, я понимаю, кто-то так подумает, и может быть, я и должна была, не знаю, но я не хочу там думать о том, что я должна была, что не должна была, я просто, потому что я понимаю, что иначе я буду просто добивать себя, и вообще я стараюсь не думать о том, что, знаете, я что-то там не рассказала, или что-то не успела, или что, ну, вот, знаете, какие-то такие вещи, я об этом стараюсь не думать, потому что это еще больше вводит тебя в депрессию, еще хуже становится, больнее. Ну, в общем, когда там был мой брат, он писал моей маме сообщение о том, что очень хорошо, что меня там нет. Конечно, я обязательно поеду в Грузию, как только, как только будет возможность, как только я пойму, что, что, ну, можно спокойно сейчас взять, поехать, я просто пока не могу поехать туда. У меня очень такое, знаете, типа, приехать сейчас в Грузию, и мне это как-то больно, что ли. Может, это, конечно, глупо, но, знаете, я так думаю, что, почему я не приехала раньше тогда, пока дедушка был жив, раз я так просто сейчас могу взять и поехать в Грузию, поэтому я не могу сейчас туда поехать. Я просто скажу так, что каждый переживает свое горе по-своему, поэтому похороны уже прошли, разумеется. В общем, в Грузии принято так, что, когда человек умирает, где-то три дня дома стоит гроб, специальный гроб, холодильник, закрытый, и все приходят, прощаются, там, разговаривают. Получается, 19-го числа были похороны, а 18-го числа я попросила папу, чтобы он оставил телефон на громкой связи, чтобы дверь была закрыта, чтобы никто не заходил, потому что туда постоянно заходили люди, друзья, дедушки, родственники, ну, я не знаю, много там людей было, Гоша говорит, брат. Конечно, я очень много говорила с дедушкой дома, и по сей день разговариваю, там, на фотографию смотрю, что-то рассказываю, но, наверное, какое-то облегчение я почувствовала именно тогда, когда поговорила с ним, хоть я и не стояла рядом, но на громкой связи, по телефону как-то, я не знаю, но мне это стало как-то полегче. Я долго с ним говорила, много чего рассказала, поблагодарила. Конечно, мне хочется верить и думать, что он слышит меня всегда, даже когда я здесь дома, но я просто подумала то, что я же не знаю, как там на самом деле всё это, да, если верить в такие вещи, ну, я вообще-то верю, но я же не знаю, как на самом деле вдруг нельзя далеко от тела, например, душе улетать, я не знаю. В общем, поэтому я переживала то, что вдруг он не слышит меня, вдруг он не видит. Ну, я не знаю, короче, это может быть глупо как-то. Ну, а после того, как я вот поговорила с ним, мне, правда, стало полегче. Прямо я почувствовала то, что я сказала дедушке, то, что я хотела ему сказать. И я не знаю пока даже, как приехать на дачу. Всё это, конечно, тяжело, но я живу дальше, как видите, не так много времени прошло, я уже даже видео на YouTube снимаю, потому что мне очень больно от того, что произошло, но есть вещи, которые заставляют меня держаться, что ли, я не знаю, которые, я не знаю, как это называется. Есть вещи, которые мою, скажем так, ношу вот этой грусти делают не такой тяжёлой, как будто бы. И то, что дедушка не мучился, и то, что даже, несмотря на то, что я с ним больше не увижусь, меня успокаивает то, сколько всего было у нас, совместных воспоминаний, и, ну, есть какие-то вещи, от которых мне становится не так больно. И я думаю, сто процентов, что дедушка бы точно не хотел, чтобы я закрылась там себе, что-то такое, ну, не знаю, перестала общаться, там, не знаю, ну, короче, вот какие-то такие вещи, чтобы я перестала выходить в интернет, чтобы я забила на всё, что там имею, не знаю, что у меня есть. Ну, короче, я думаю, что он бы точно не хотел такого. Я думаю, он бы хотел, чтобы я просто вспоминала его, ну, и чтобы я была достойным человеком, добрым человеком. Я очень рада, что я всегда уделяла дедушке время, понимание, всегда. Я всегда с ним созванивалась. Я могла ему рассказывать просто всякую фигню. Просто даже то, что, скорее всего, может, ему даже было и неинтересно. Я ему рассказывала всё. Я с ним болтала обо всём. Рассказывала ему сплетни, рассказывала ему там, что у Славы, не знаю, рассказывала ему, куда я собираюсь, что я думаю, что я увидела, не знаю, рассказывала ему про то, что вот там, посмотрела интервью, рассказывала, что было в этом интервью. Короче, я рассказывала дедушке абсолютно всё. Я говорила с ним обо всём. Я очень рада, что я никогда не жалела времени, потому что очень часто такое бывает, что жалеем времени на то, что является по сути самым дорогим, и тратим это время на, например, каких-то друзей, которые сегодня вам друзья, а завтра не друзья. И таких историй очень много и в моей жизни было, поэтому я всегда считала и считаю, что нет ничего важнее семьи. Если кто и заслуживает вашего времени, это ваши родные, это одна из причин, по которой мне как будто бы не так тяжело на самом деле сейчас, потому что я знаю, что, ну как сказать, нету ничего такого, за что я могла бы винить себя. Типа, знаете, такое бывает, кто-то мог сказать бы так, то, что вот, прости, что там не звонил, там не писал, там прости, что то... Ну, в общем, у меня нет такого. Мне от этого действительно легче. Легче, потому что я всегда звонила. С другой стороны, от этого и больнее, потому что, когда человек очень близкий и дорогой, и он уходит, тебе, конечно, сложнее, потому что ты его очень любишь, ты к нему очень привык, и он для тебя очень дорог. Но, знаете, лучше так, чем потом жалеть, типа то, что... Не знаю. То, что мало времени вместе провели, еще что-то. То, что нечасто приезжали в гости. Я почему это сейчас вам говорю, потому что это очень страшно, и я никому не желаю такого. Никому не желаю терять родных. Несмотря на то, что, к сожалению, это ждет нас всех когда-то, пусть это будет как можно дальше, чтобы это было максимально нескоро, насколько это можно представить. Но, к сожалению, это в любом случае неизбежно. Почему это нужно понимать уже сейчас? Потому что, к сожалению, когда кто-то уходит, уже ты не можешь вернуться в прошлое и что-то изменить. И, как я сказала, я не знаю, что бы я изменила в прошлом, потому что я всегда общалась с дедушкой, всегда звонила ему, никогда про него не забывала. Поэтому, если вдруг у вас не очень теплые отношения с кем-то из родных, но вы любите этого человека, и, может быть, грустите от того, что у вас не очень теплые отношения, то возьмите инициативу в свои руки, начните звонить, болтать о всякой фигне, не знаю, приезжать почаще. Царствие небесное моему дедушке, любимому, я решила записывать к себе в заметке воспоминания, связанные с дедушкой. Это не только наши общие воспоминания, то, что он для меня делал в детстве, или еще что-то, какие-то такие вещи. Я решила записывать и то, что он мне рассказывал, какие-то истории, какие-то истории из его молодости, ну, вот какие-то, знаете, может быть, факты о нем. Ну, короче, я решила просто все это записывать, и понимаю, что со временем что-то в памяти может теряться. Были вещи многие, какие-то связанные с моим детством, которые дедушка очень часто мне рассказывал, напоминал мне. Я помню, как он мне часто рассказывал, как забирал меня из садика, потом со школы, вез на дачу, и пока он вез меня на дачу, мы играли в города, и он мне часто рассказывал о том, как я его обманывала, придумывала какой-нибудь несуществующий город. Он мне говорил то, что такого не существует, а я ему говорила, что существует, ты просто не знаешь. Ну, короче, знаете, вот такие воспоминания, и мне хочется, чтобы я все это запомнила, потому что это настолько дорого и ценно, и у меня на канале выйдет видео, посвященное моему дедушке. Может быть, оно уже вышло, я пока не знаю. Я собрала на ютюбе все видео, в которых был мой дедушка, и сделала нарезку. У меня на столе здесь лежит большой фотоальбом, который для меня дедушка мой собирал, и у меня уже было как-то видео про детские фотографии, которые, ну, короче, вот этот весь фотоальбом мой дедушка для меня собирал. И здесь очень много фотографий с дедушкой, и, ну, честно, я только до половины могла дойти, потому что потом я плакать начинала. Это сложно принять, сложно в это поверить. Хотя я хочу сказать, что я держусь. У меня часто спрашивают, как я. В целом я нормально. Просто бывают такие моменты, когда я дома, разумеется. Ну, сегодня, конечно, в ресторане тоже мне было грустно, и тяжело сдерживать слезы, конечно, когда вот так вот говоришь. Ну, вот как я сейчас с вами говорю, а так в целом, в целом нормально. В целом я думаю, что мне, может быть, не так плохо, именно потому, что было столько хорошего, и мне не хочется... Ну, или, может, еще потому, что я до сих пор не верю. В общем, не знаю. Хотя у меня на телефоне, на заставку, конечно, я поставила фотографию дедушки и Милочки. Я постоянно смотрю на нее, на эту фотографию. Как бы тяжело и грустно не было, нужно жить дальше, нужно идти дальше, нужно благодарить за то, что мы имеем, за тех родных, кто с нами. Я, знаете, о чем думала, как бы странно это не звучало, что, ну, знаете, есть такое... Типа, есть вещи, которые мы никогда не переживем дважды. И я думала о том, что еще раз такого не будет, в том плане, что дедушка уже больше не уйдет, потому что это уже произошло. И в это сложно поверить. В это, правда, сложно поверить. В общем, я хотела еще раз вам сказать большое спасибо за поддержку, за то, что так любили моего дедушку. Для меня это важно. Ну и, как я уже вам сказала, уделяйте побольше времени своим родным, а не своим всяким друзьям. Я не хочу сказать, что друзей настоящих не бывает, или что у вас какие-то не такие друзья. Я просто хочу сказать, что я думаю, вы и сами понимаете то, что я хочу сказать. Тем более, что я это уже сказала, что нет ничего важнее ваших родных. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Я не планирую грустить. Я не планирую плакать каждый день. Я очень сильно любила и люблю дедушку. И я собираюсь и планирую вспоминать его, смотреть видео с ним, фотографии с ним, с улыбкой на лице, с радостью, с теплотой в душе. Хотя, конечно, наверное, в ближайшее какое-то время это будет сложно сделать так. Но я даже думала о том, что вдруг дедушка смотрит на меня и переживает то, что я так много плачу. Я даже думала, знаете, как он всегда говорил, когда кто-то плакал из моих братьев, или там что-то грустное такое, ну, было. Он всегда говорил как-то вот так вот, не плачь, мой миленький, не плачь, мой миленький. Вот так вот он всегда говорил, мой миленький. Вот всегда он, не знаю, так говорил. И я тоже так люблю говорить. Вивочке всегда говорю, ну, привет, мой миленький. Ну, где мой миленький? Знаете, вот так вот. И столько, на самом деле, разных фраз, которые дедушка говорил, которые, ну, такие, знаете, воспоминания. И я понимаю, что, конечно, с дедушкой очень много всего связано. Ну, даже элементарно, ну, всё. Я не знала, что сказать. Даже вот я лежу в кровати, понимаете, там, не знаю, подушки дедушка купил мне, на которых я сплю. Эту квартиру, ну, не знаю, с дедушкой, с моим связано всё. Камеры, все камеры, компьютеры, за которыми я работаю. Вот этот, несмотря на то, что я уже могла сама себе позволить купить этот компьютер, для него было важно, чтобы именно он его купил. И он мне, я помню, прислал деньги на него. Я, честно скажу, я против была этого. Я у дедушки не просила там никаких денег, ни в коем случае ничего. Он и так для меня столько всего сделал. Но просто для него это было так важно, чтобы именно он купил мне компьютер новый, потому что у меня до этого был старый, и он уже не так хорошо работал. Ну, в общем, просто, не знаю, когда-нибудь я сниму видео, наверное, может быть, это будет в формате блога, не знаю, в котором расскажу, сколько всего для меня сделал дедушка. Хотя наверняка даже всего и не припомнишь. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что я не сильно вас расстроила. К сожалению, это жизнь. И несмотря на то, что я сама очень расстроена, но куда денешься? Это жизнь. И самое главное, цените то, что имеете сейчас, а не тогда, когда, к сожалению, вы это теряете, знаете, как поговорки всякие есть. Ну и здоровья вам, любви, счастья. И всем пока.